Правда это не в том, что мне нравятся фильмы про войну, или да, мне нравится, допустим, лето, или да, мне нравится это правительство. Мы не про эту правду. Правда это в том, что ты действительно смотришь, а почему я так хочу? А почему я решил, что именно так правильно? Откуда я это взял? Действительно, то есть подвергнуть сомнению всю концептуальность, всю эту систему в самом себе. Я не говорю выкинуть, я не говорю с ней бороться, я говорю лишь рассмотреть. И вот для этого нужно наблюдение со стороны. Это то, что есть на нашем практике, то, что есть в проекте и вообще путь без пути именно об этом. Что все знание, вся дорога домой зашита в самом человеке. Все зависит от того, идет он или нет, или он играется в эту ходьбу. Если он играется, то, конечно, никуда не придет. Как я всегда говорю, вот мы с тобой сидим в зале, мастер танцует танго. От того, что мы 2 часа, 3 часа, 8 часов сидим и смотрим на танцующего танго, мы танцевать танго не станем сами. Никогда. Поэтому я говорю, что человеку в лучшем случае нужен проводник, который точно так же танцует рядом с ним. А не так, что красиво, умно рассказывает, все приехали, похлопали в ладоши, разошлись и опять, как говорится, вернулись в освоясь. То есть в то, из чего начинались все проблемы, все неврядицы, все иллюзии, все непонимание и неведение. Спасибо.